Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Экскурсии, пляжи и правила торговли. Специалисты межведомственной комиссии вышли в рейд. Итоги и результаты в программе. Решение проблем смене на поверхности – дороги и море должны быть для всех. Наш курорт открывает всероссийский фестиваль «Синеокая Анапа». День рождения – негрустный праздник. 12 лет отпраздновали сотрудники телерадиокомпании «Анапа-регион». Кубань – край виноделия. Лучшее вино тоже на Кубани. Но не все вино одинаково полезно. И не всем разрешено торговать алкоголем. Вино сомнительного качества и винодела, работающее без разрешения. В Анапе таким явлением – не место. О том, чем завершился рейд комиссии по проверке торговых мест с алкоголем, расскажем прямо сейчас. Детский парк похож на знаменитый восточный рынок в Дубае. Анапчане решили превзойти соседей. И по количеству товаров, и по нарушениям. Душистое мыло, вино, квас, мелкие радости, барахолки – все по 10 рублей. Модная в прошлом система «сегодня торгую, завтра оформлю» или «торгую, пока не прогонят» до сих пор процветает. Торговцы знают, что неправы, но скрывают муки совести даже от самих себя. От власти скрывают полные багажники сомнительной жидкости, называя напиток вином. Мужчина багажник открыл быстро, там пусто. Салон нехотя. И понятно, расставаться с потенциальным доходом от левого товара в планы не входило. Почти 50 бутылок белой леди, коньяка, настоек, без этикеток и акцизов. Каждая такая бутылка могла бы стать последней для кого-то. Но это доказательство того, что он торговал. Там есть номерной знак на фотографии, есть стол, который вот здесь стоял. Вот она, пожалуйста, бормотуха эта на спирту сделана. Документов нет, забыл, потерял, украли. Стандартные отговорки нарушителей. Реагируют продавцы по-разному. Одни тихо собираются, знают неправы. Другие неправоту отстаивают силой над слабыми. Молодой человек ударил сотрудника администрации, женщину – в лицо. И скрылся в парке. На место вызвали наряд полиции, группу дознания и кинологов. Собрали материалы и оформили протокол по факту нападения на человека. С беспорядком и беспределом бороться ежедневно. Утро специалистов должно начинаться в детском парке. Мэр Анапы Сергей Сергеев настоятельно порекомендовал работать не в кабинете, а на месте нарушений. И обязательно в паре с сотрудниками полиции. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Домой по пропускам на пляж с паспортом. Новое руководство Федерального детского центра смены решило обезопасить отдыхающих в здравнице детей и закрыло проход к морю для местных жителей. В спор двух сторон вмешались представители администрации, чтобы навести порядок. Один для всех и навсегда. Первая волна возмущения намчан и жителей Субсельского сельского округа у входа на КПП на территорию детского федерального центра смены не пускают, хотя приглашали на встречу. Представители администрации города решили этот вопрос быстро. Через несколько минут людей пропустили. Второй накат волнения при появлении нового начальника смены. Евгения Нижника с первых минут красноречивого оратора прервали громким требованием говорить по делу. Я услышал эмоциональное и толковое выступление, оно мне понятно. В общем-то, я понимаю, что оно является политической трибуной. У нас есть постановление правительства Красноречивого края 7 июля 1997 года, где нам администрация и края федеральную собственность не сменна. Смена является федеральным учреждением. Возмущены жители Суко, их выгоняют с пляжа, требуют специальный пропуск смены. Мы прошли на территорию пляжа. На общественном – яблоку негде упасть. На огороженном пляже смены – один-два смельчака. Обычно с пляжа выгоняют охранники и спасатели, но на камеру геройствовать не стали. Негодуют жильцы домов по улице Приморской. Через КПП не пройти личные вещи автомобили досматривают дважды – при выезде из дома и при возвращении, как у подозреваемых преступников. И при этом новая власть детского центра, по словам местных жителей, прикрывается безопасностью детей. Мне непонятно, почему вы против детей. И вот третья волна, самая эмоциональная, задели самое главное – детей. Сельчане напомнили, как спокойно и мирно жили более 26 лет. И кто на самом деле имеет право пользоваться природными ресурсами Суко? По всем законам – от общечеловеческих до федеральных. Некоторые семьи живут с Сукой, продолжают род уже 150 лет. К человеческому отношению молодого руководителя призвали казаки, и атаман порекомендовал руководить иначе. Не с того начал. Мы вам просто советуем пересмотреть свое отношение с людьми, которые проживают здесь, на этой территории. И все наладится. Я вам просто обещаю, что все наладится. Еще одна проблема – торговые ролеты. Местные жители оплатили аренду за торговые места, но им запрещают работать. Якобы торговля угрожает безопасности детей, отдыхающих в смене. Кто виноват и что дальше делать, разбираться надо быстро. Сезон уходит, а с ним время отдыха детей, в том числе и местных. И время самой активной торговли – основного источника заработка местных жителей. Почему я четыре дня без работы? Я в налоге плачу, я в пенсионке плачу, мне 58 лет. Для того, чтобы помочь дочке, чтобы операцию брату сделать. По поводу ранетов я узнал об этом вчера. Лично к федеральному детскому центру смена ранетам не мешает. И тут же предложил работу вместо торговли. Вопрос по поводу локации. Стоит, это поможет встречать. В федеральному детскому центру сейчас есть много вакансий. Давайте я могу приносить сейчас начальника отдела локации, чтобы сейчас можно запомнить заявление, кто действительно хочет работать. Мы побеседовали с Евгением Нижником после встречи с сельчанами и услышали его мнение в спокойной обстановке. Пляж мы ограждать не планировали. И даже таких каких-то действий не предпринимали. То, что во время выхода детей спасатели, мальчики 17 лет в желтых майках, тоже можете выйти, посмотреть, натянули веревку, подошли, сказали, дядя, здесь сейчас придут дети, не могли бы вы подвинуться. Я не считаю это каким-то конфликтом с местным населением. Встреча жителей Субсесского сельского округа с директором смены прошла в субботу, 22 июня. И уже в понедельник на планерном совещании мэра НАПы Сергей Сергеев объявил о своем единственном решении. Пляжи должны быть открыты для всех, а проезд свободным для жильцов домов по улице Приморской. Решение такое, что плавали. Значит, бежу на дорогу, та, которая была на момент ограждения. То есть получается, что ограждение сняли, и сразу дети у нас стали беззащитными. Потому что люди, да, а когда было ограждение, все было нормально. Это годами все было. То есть накладываем себе тут, да, эту дорогу. Она должна быть общей. Просто, понятно и без подтекста, и по одному стандарту – по закону. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Вечер 25 июня – самый трогательный. К выпускному балу подготовились выпускники анапских школ. Завершились первые серьезные испытания для молодых людей – ЕГЭ-2013. В Краснодарском крае максимальный результат в 100 баллов по русскому языку набрали 104 выпускника. Трое анапчан. Дарья Корзун – ученица 11-го класса школы номер 4. Одна из тех школьников-гениев. Получила 100 баллов по русскому языку из 100 возможных. Наш корреспондент Алина Гумерова узнала, как добиться такого результата. С первого класса Даша училась на дни пятерки. На выпускном вечере ей вручат заслуженную серебряную медаль. В том, что она сдаст экзамены на отлично, ни у кого сомнений не было. Но что ей удастся набрать по русскому языку все 100 баллов – случай редкий, для самой Даши неожиданный. Одноклассники тоже порадовались. Что они уже сказали тебе? Они не ожидали. Наверное, от меня такого не ожидали. Они были в шоке. Для того, чтобы получить такой высокий результат, Даша упорно занималась весь год. Особенно тяжелыми были последние два месяца. С утра и до позднего вечера она решала задания. Много помогала и поддерживала учительница Надежда Ивановна Проскурякова. Она не сомневалась – Даша наберет самый высокий балл. Я знала, что будет результат высокий, потому что для меня было слишком сложно задание ЕГЭ. Ну что, 100 баллов. С детства Даша мечтала пойти по маминым стопам, стать врачом. И сейчас уверенно идет к своей мечте. В каком городе будет учиться, выпускница еще не решила, но точно знает в медицинском университете. В свободное время Даша очень любит читать русскую классику. Чтение расслабляет и успокаивает. А по словам Дарьи, ее увлечение очень помогло в подготовке к ЕГЭ. Я такой человек, которому сложно справиться со своим волнением. Для меня это было единственным барьером, через который нужно было переступить. Ну, первое время, не знаю, первые минут 20, наверное, было, конечно, страшно. Была вот эта дрожь. Потом уже забываешь вообще о том, что ты сидишь в аудитории, полностью погружаешься в работу. Семья и друзья ученицы очень довольны ее результатами. Даша сдала все экзамены и сейчас готовится к важному событию в жизни – выпускному баллу. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион. География, история культуры и творчество юных талантов. И шесть дней праздника. Более тысячи участников приехали в Анапу поучаствовать в ежегодном фестивале «Синеок» и Анапа. Председатель жюри в этом году – заслуженный артист России Андрей Биль. Торжественное открытие конкурса фестиваля прошло в городском театре во вторник. Подробности расскажет Светлана Авилова. Гостеприимная Анапская гавань принимает все новые и новые фестивальные корабли. Крупнейшие кинофорумы, конкурсы, турниры будоражат летнюю Анапу ароматом праздника. Вот и в этом году в городе-курорте открылся ставший уже традиционным 11-й Всероссийский фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов «Синеокая Анапа». Право открыть фестиваль предоставлено первому заместителю мэра Анапы Светлане Яровой. Уверена, что в этом конкурсе все победители. Вы победители уже потому, что находитесь здесь, у нас в Анапе. Не пускай фестиваль сожжет новые звезды. Удачи вам! В фестивале принимают участие победители и призеры престижных конкурсов, лучшие детские и юношеские коллективы России и стран ближнего зарубежья. Выступление конкурсантов будет оценивать высококвалифицированное жюри, в состав которого входят крупные деятели культуры и искусства Российской Федерации, представители средств массовой информации. И, конечно же, бессменный представитель жюри Андрей Биль. Первая часть концертной программы состояла из номеров анапских коллективов «Соловейка», «Солнышко», «Артсоюз». Танцоры из анапского ансамбля «Конфетти» на фестивале не первый раз. Ребятам нравится выступать и узнавать о творческой жизни других коллективов. Участвуем каждый год на фестивале. Конечно же, нравится. Ну, знакомимся с новыми детьми, узнаем их ближе. И каждый год новые танцы, все интереснее и интереснее. Победителей наградят дипломами и памятными подарками. Администрации Анапы учрежден гран-при. Бесплатная путевка в один из лучших санаториев курорта. Организаторы фестиваля убеждены, что юные таланты станут достойными представителями культурного наследия России и стран ближнего зарубежья. Сусловна Авилова, Андрей Страдупцев, Анапа-Регион. Самый яркий и радостный из дней в году день рождения отметила медиагруппа «Анапа», известная как телерадиокомпания «Анапа-регион», вещающая на телеканале РЕН-ТВ и радио Европа+. 12 лет назад две редакции объединили лучшие идеи и стали выпускать в эфир новые передачи на радио и телевидении. На телеканале «Анапа-регион» в программе новости мы каждый день сообщаем новости о жизни города, главных событиях краевого и всероссийского масштаба, новости спорта, культуры, специальные репортажи. Посредник между анапчанами и властью – программа «Это важно», где мы открыто говорим о проблемах горожан, рассказываем просто о важном – поправки к законам, юридические консультации, реальные истории людей. Программа про спорт – единственная в городе, которая освещает все спортивные события в Анапе и за ее пределами. Все о лучших качествах профессионального спорта и о том, на каких площадках можно заниматься спортом. «Хочу купить» – это телевизионный путеводитель по магазинам, информация о товарах, услугах и фирмах «Анапы». Цена вопроса – это проект для тех, кто продает и покупает. Телевидение «Анапа-регион» – это прямые трансляции с важных праздников в городе. Радио Европа плюс «Анапа» в прямом эфире ведет программу «Презент». 12-й день рождения медиагруппы «Анапа» праздновала торжественно. Пышный праздничный стол накрыли сотрудники компании «Анибара». Секрет успеха любого предприятия в людях, в их самоотдаче, увлеченности и ответственности за свое дело. Для сотрудников телевидения и радио любимая работа – это интересные люди. Многие программы компании получили признание на профессиональных конкурсах и профессиональных фестивалях России. И еще информация. Только до 26 июня в «Анапе» проходит выставка продажи «Меховая палитра». Летние скидки на все от 20 до 50%. Вещи можно купить в рассрочку, в кредит и без переплат. При покупке шубы – жилет из лисы в подарок. Выставка работает до 26 июня с 10 утра до 10 часов вечера. По адресу город «Анапа», угол улиц Крепостная и Ивана Голубца, 30. И на сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз «Погода на завтра». Партнер прогноза погоды – торговый центр «Алиса». Как стране чудес, в этом торговом центре есть все. Важные, приятные и полезные покупки в одном торговом доме в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. В среду 26 июня в Анапе солнечная и ясная погода. Температура воздуха утром плюс 23 градуса. Днем до 25 тепла. Ветер западный 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производство нового предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Продолжение следует...